Первая основная задача была спроектировать диффузор. Для этого использовали компьютерную модель с использованием методом конечных элементов. Было несколько вариантов диффузоров. Остановились на том, который вы сейчас видите на видео. Для нас это стало возможности изучить использование диффузора для увеличения эффективности конструкции микрогэс. Интерес практического применения был большим. Максимальное расчетное значение ускорения потока могли быть достигнуты в пределах 1,4-1,5 раз при оптимальных соотношениях длины и диаметра. Более длинная конструкция диффузора по расчетам могла привести к ускорению потока практически в два раза. Но исходя из утвержденных технических требований в отношении мобильности, это было нецелесообразно. Первый выезд на испытание. Цель проверить характеристики ускорения потока в диффузоре. Расчетные характеристики при работе на холостом ходу соответствовали расчетному. Составляли 1,4-1,5 раз по отношению к одной скорости потока. Перебрали достаточно большое количество информации. Русскоязычная литература по расчету диффузоров для наполненных микрогаз отсутствует. Для разработки использовали зарубежные публикации. В основном вся литература описывает конструкцию диффузоров и расчетных параметров компьютерного моделирования без работы турбины, что не есть корректно. В зарубежной литературе сопряженная работа диффузора и турбины тоже встречается в редких доступных источниках. Следующий выезд уже состоялся с наплавным элементом для определения устойчивости нахождения предварительных замеров на скорости 1 метр в секунду. Здесь возникли определенные интересные особенности. Работа в полной сборке с хвостовой частью диффузора и в короткой сборке на скорости потока 1 метр в секунду практически не отличалась друг от друга. Хотя при короткой сборке ускорение должно было происходить 1,2-1,3 раза. То есть на 20-30%. Однако различие мощности под нагрузкой и в полной, и короткой сборке не замечалось. Расчетные параметры не соответствовали минимальным техническим требованиям на малых скоростях потока. Было принято решение провести испытание на скорости потока 1,3 метра в секунду в короткой сборке. Поскольку установка составит двух человек, микрогаз в полной сборке на скорости течения 1,3 практически невозможно. Без применения дополнительных инженерных сооружений, либо оборудования. Как вы видите на видео, это максимальная возможная глубина установки одним человеком. Второй находится на берегу для страховки. Эстерина не выходит. Потibalка не выходит. Какой для других параметра нет Southwest А. Субтитры делал DimaTorzok 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 При этом наблюдалось увеличение мощности на 10% относительно горизонтального размещения При проведении этих испытаний наблюдался еще достаточно интересный эффект Когда генератор был закорочен, то есть турбина не работала Погрузить конструкцию в наклонном исполнении, в котором был запроектирован агрегат, было очень тяжело Создавалась подъемная сила под углом, которая выталкивала всю конструкцию из воды Как только включалась в работу турбина, то есть запускалась и выходила на номинальный режим, конструкция тут же погружалась под воду То есть давление, которое возникало перед микрогазом в фронтальной части, заставляло погружаться в турбину Это и подтвердило догадку о потере мощности в полной сборке Из-за того, что турбина при номинальных режимах начинает блокировать поток, входящий в диффузор Тем самым сам агрегат адаптируется к новым скоростным параметрам То есть при сокращении протока уменьшается скорость через диффузор Соответственно уменьшается скорость вращения, выходная мощность до новых номинальных значений По сравнению с расчетными На данной картинке вы наблюдаете как раз тот самый эффект блокирования рабочей турбины входящего потока Соответственно скорость проходящего уменьшается Ну и уменьшается выходная мощность Это картина скоростного режима А это картина давления, возникающего за счет которого и возникала подъемная сила А это уже распределение давления при работающей турбине То есть лобовое давление было достаточно высоким, что и заставляло погружаться в турбину Подтверждение этой гипотезы находим в зарубежной литературе Здесь вы увидите картину распределения скоростного потока в зависимости от быстроходности турбины Как видите, самая максимальная скорость при прохождении через диффузор при низкой быстроходности турбины И она, скорость начинает уменьшаться при увеличении быстроходности турбины То есть чем выше быстроходность, тем больше блокирующая способность турбины Которая влияет и зависит от характеристика самой мощности на плавной станции Здесь приводится аналогичное сравнение Но диск используется как пористый материал, который с различными коэффициентами сопротивления пропускает через себя поток То есть наблюдается тот же самый эффект блокировки Неужели мы так просчитались? Заходим на сайт компании из Германии Smart HydroPour Их не прогрессно-плавные, а очевидно вы уже встречали на ютубе и в интернете Смотрим на плавные варианты Монофлот Смотрим характеристики Замечаем вес 380 кг на плавной вариант Максимальная выходная мощность при диаметре турбины около метра 2,8 метра в секунду при этой скорости Он выдает 5 кВт Спускаемся ниже Смотрим характеристики стационарного варианта Который состоит из той же турбины Того же диаметра Того же генератора Вес 300 кг Диаметр турбины 1000 мм Однако Выходные характеристики Монофлот в варианте Достигают 2,8 метра в секунду У стационарного варианта 3,1 метра в секунду При выходной мощности 5 кВт То есть ускорение потока происходит На 10% Только на 10% Обратите внимание Диффузорное и бездиффузорное исполнение микрогаз Равны по мощности При равенстве выходного диаметра Диффузора и равенстве диаметра турбины При бездиффузорном исполнении Однако масса их различается Бездиффузорный вариант легче приблизительно в полтора раза Ну а теперь маленькая пауза Видео сборки и установки микрогаз Видео сборки и установки микрогаз Видео сборки и установки микрогаз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему два варианта сборки Полная возможна при установке в поток до скорости 1,2 метра в секунду Как видите на этом видео При больших скоростях установить полную сборку Практически невозможно физически Это максимальная глубина, на которую можно зайти Высота микрогаз в полной сборке Составляет 1,20 метра Субтитры сделал DimaTorzok Установка в короткой сборке При любых скоростях расчетных до полутора метров Не вызывает проблем Теперь гидрогенераторов Это первые кадры двухгодичной давности Которые мы публикуем на видео Испытание конструкции гидрогенератора Наклонного исполнения с вынесенной стационарной оси Наклонное расположение генератора В первом случае вращающаяся оболочка Выходит за пределы водного потока В красном обозначена Вращающаяся роторная оболочка Вид в разрезе Как видите При таком расположении Роторная оболочка Выходит за пределы Водного пространства А именно запахность воды Внутри находится воздушная полость Которая не позволяет воде Попасть внутрь оболочки Это перевернутое расположение Аналогичной конструкции Тоже необходимое размещение под углом Для удержания внутри оболочки Атмосферного воздуха Дополнительная информация О преимуществах такого расположения Для гидрокинетических и сбросных вариантов Расположения гидротурбин Мы перейдем в следующем видео Всем спасибо за внимание Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok